Центробанк предупреждает о новой схеме дистанционного мошенничества. Теперь аферисты стали звонить или писать сообщения от имени руководителей организаций, в которых работает потенциальная жертва. Большинство из нас бдительны, когда звонят незнакомцы. Но когда ваш начальник сперва предупреждает о звонке из якобы правоохранительных органов либо банка. При этом входящий на телефон поступает с фотографией руководителя, его именем, фамилией и отчеством. Мошенники с помощью нейросетей искажают звук для схожести с голосом человека, от имени которого будто бы идет звонок. Введенные в заблуждение люди сообщают номера карт, выполняют команды по переводу средств на указанные счета. Схему уже обкатали на сотрудниках школ, поликлиник и даже полиции. Разговор о деньгах или банковских счетах и картах сразу должен насторожить. Мошенники не дают вам опомниться, давят, запугивают или обещают легкую прибыль, торопят с решением, просят или даже требуют перевести средства на какой-то мифический защищенный счет или выманивают реквизиты. Самый надежный способ не поддаться на уловки мошенников, сразу же прекратить разговор. Если незнакомец говорит о деньгах, уточните, какую организацию он представляет. Спросите его имя и должность и кладите трубку. Затем найдите официальные контакты организации, сотрудникам которой представился человек, и перепроверьте информацию там. Продолжение следует...